Добрый день, дорогие наши телезрители! Очередная серия проекта Дачники. Сегодня будет, узнаете буквально через секунду, агроном-центр садоводства Юлия Нингулова у нас в гостях. Добрый день, Юлия Романовна! Здравствуйте, Алексей! Добрый день, уважаемые телезрители! Зачем вы пришли на мою кухню? Мне очень нравится на вашей кухне, здесь все так оборудовано. Да, это сарказм, я понимаю. Так, смотрите, у нас наступило время квашения капусты, но уже прошло, раньше вообще на покров начинали квашение, соление, но так как у нас погода была очень-очень теплая и многие капусту срубили почти вот недавно, так сказать. Поэтому сегодняшняя программа будет приурочена к барыне огородной капусте. Но прежде чем и рецепты, да, уже здесь заготовки, как бы таки, квашеная капуста, она, конечно, сами все знаете, что очень полезная, особенно в зимний период, когда... Это вот квашеная или вот? Это квашеная, это салатная, вот которую я буду, там будет мой рецепт, я уже приготовила и готовый рецепт уже, вот он, принесла на дегустацию Алексея. А я все делаю в живом эфире. Я тоже буду делать в живом эфире, но это надо будет время, чтобы настоялось. Огурчики, да, ну к чему здесь огурцы, но это в зимний период, как раз мы идем в погреб, достаем вот это все соленья, ну или в холодильник, но это обязательно должно у каждого быть на столе. Если вы зимой пойдете в магазин, помидоры, огурцы дорого, да, и во-первых, невкусно, а это кладезь витаминов. Квашение капусты. Для многих, как бы, ну это может не секрет будет, что капуста, чтобы получилось вкусная, белая, хрустящая, не портилась, имела вот такой прям настоящий квашеный вкус. Это, конечно, зависит все от чего. Это зависит от сорта. Не вся капуста идет на квашение. Вот хочу начать с того, что для квашения мы выбираем средние спелые сорта. Как раз они вот к периоду на покров, они набираются сахаров, спелость и в момент брожения как бы выделяются сахара, да, как бы молочнокислое брожение идет, и хорошо заквашивается капуста. Бывает так, что вот у неопытных садоводов либо кто не выращивает на участке, а приобретает где-то капусту, получается капуста либо мягкая, серая, с неприятным запахом, из-за чего это происходит. Сорт. Сорт в магазинах, как правило, продаются, особенно уже где-то ближе, ну вот ноябрь, привозят это для хранения капусты, сорта для хранения. Сейчас я про каждый расскажу немного. Для хранения капуста, конечно, она может подходить для квашения, но период, когда сахара накапливаются, это в момент хранения, это будет январь-февраль месяц. Ну не секрет же, да, что капусту можно квасить круглый год, была бы капуста. Поэтому, если вы в октябре или в ноябре, вот возьмем, будете квасить капусту, вот эту, которая на хранение, первый-второй день она будет стоять, у вас брожение не происходит, углекислый газ не вырабатывается из-за этого, вот она мягкая становится. Что можно предпринять в таком случае? В первый день, если вы видите, пузырьки газа не выходят, да, когда мы прокалываем, то можно добавить сахара. Чтобы пошли пузырьки. Чтобы началось вот это молочнокислое брожение, глюкоза нужна. Как отличить вообще вот кочаны? Вот можно я вот свой кочанчик возьму. Можешь взять и мой. Вот он как бы среднеспелый и поздний. Ну покажи тогда. Среднеспелый, они как бы более... Я уже кочерычку вырезал. Да, я вижу. Более рыхлые, вот как мы видим, да, как бы тут отверстия такие, как бы они такие рыхлые, но плотные. Но когда мы возьмем, если бы, например, возьмем на хранение, рыхлый все равно, вон, отверстие есть. Давайте я сейчас свой разрежу и посмотрим. Давай разрежь, разрежь, разрежь. Разрежу. Так, как будем резать? Нет, человек не умеет резать капуста, а говорит, что у меня кочан рыхлый. Да, вот сейчас Алексей мне поможет, наверное. Убери свой нож дурацкий. Дурацкий хороший. О, как хрустит, хрустит. У меня лучше хрустило. Будет вкусно. Ой, ну вообще не рыхлый. Ну вообще, ага, не рыхлый. А теперь сравниваем. Капуста должна быть вот для квашения, она вот более толстая, у нее верхние вот эти все листочки должны быть толстые, сочные, мясистые. Очень сочные. Тогда и капуста получается сочной. У сортов капусты, которые идут на хранение, кочаны более тяжелые, прям как вот есть даже название, каменная голова, да, у капусты. Там вот реально вот камень камнем. И, конечно, листочки у нее более тонкие. Для квашения многие вот эти все старые сорта я уже говорить не буду, название как там Слава, Белорусская, потому что многим известно. Просто хочу сказать, новинки какие есть. Вот, Алексей, может ты покажешь? Вот эти вот Агрессор, Профессор, Тобия. Это голландская селекция. Это в любое лето у вас будут хорошие качанчики именно на квашение и также могут быть для хранения. Хрустящая закуска. Санькина любовь. Про Санькину любовь мы с тобой как-то говорили уже, по-моему. Санькина любовь это серия, это иредиз может быть, то, что идет на хранение, но, еще раз повторю, можно использовать для квашения, но где-то с января месяца. Либо добавляя сахар при квашении. Это у нас Харикейн, Колобок, Коля, Киллер, Килотон. Да, вот Харикейн, хочу заметить, многие фермеры их выращивают и потом вот они появляются у нас вот в продаже, вот в зимний период. Хранится до 12 месяцев. Так, ну что, переходим к рецептам, да, у меня сегодня будет новый рецепт и быстрый рецепт, который готов будет буквально на следующий день. 24 часа стоит при комнатной температуре, потом раскладываете в баночки и вставите в холодильник. Каждый день достаем, кушаем, наслаждаемся. А у вас, Алексей? А у меня, вот я смотрю, сколько хранится. У меня не успевает, он не то что хранится, его съедает, он такой вкусный. Его можно вот этот рецепт, вот эту капусту и в винегрет, и просто как покушать. Но у меня она должна закваситься, у меня не быстроделка, у меня капуста должна настояться. Настояться, ну что, начнем. Вот мы разрезали капусту, надо удалить кочерыжку. Когда мы начинаем квашение, желательно верхние листья, как бы, ну, первые, как бы удалить. Вот эти, которые особенно зеленые. Зеленые, они бывают у позднеспелых сортов, но здесь не зеленые, видите, чтобы капуста была более белее. Так, я взял примерно полтора килограмма живого веса. В моем рецепте идет два килограмма капусты, уже нашинкованной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня взвешена капуста, и с учетом кочерыжки, и кроющих листьев. Это, говорю, два килограмма. Нашинковали тонкой лапшой. Берем соль. Сколько соли? Где-то идет на два килограмма, это пол столовой ложки, но я рекомендую столовую ложку. Соль у меня засолочная, крупная. По рецепту идет пол столовой ложки. Я беру столовую, но без горки. Почему? Потому что я уже попробовала этот салат, в смысле, я уже делала. Как бы мне больше надо посолонее. Капусту не мнем, а просто аккуратно вот так вот перемешиваем. Ну, чуть-чуть можно так пожамукать, чтобы она у нас осталась хрустящей. Это у нас не квашеная будет, а салатная. Ну, прям суперский рецепт. Не знаю, мне он очень нравится. Я, правда, люблю добавлять его в винегрет. Дальше мы сейчас высыпем соль. Здесь идет по рецепту. Дальше. Маринад. Полторы ложки соли. Соли. У меня здесь получается две. Вот сюда соль я высыпаю. Дальше. Здесь у меня 130 граммов сахара. Так же высыпаем. Ну, вот ждем, когда у нас закипит. Сахар, соль растворится. А пока это все закипает, мы пошли дальше работать. На корейской терке. Вот у меня такая. Надо будет потереть. Такой вот длинненькой соломочкой тоже. Капусту вырастить, конечно, не проблема. Выращиваем мы ее через просаду. Капуста, она холодостойкая культура. Можно вырастить. И рассаду в открытом грунте, в парнике. Тогда она будет более закаленной. Она не терпит теплых вот этих всех температур, которые в квартире у нас пока отопление есть. Бывает, она вытягивается, слабая, хивая. Влаголюбивая культура. Когда особенно нарастание идет вот этих листьев, поливать, подгребать. Поливаем хорошо. Ну и также она очень отзывчива на подкормки. Изначально, пока она у нас растет, наращивает зеленую массу, можно подкармливать органическими удобрениями в виде коровика. Либо шустрик. В дальнейшем, когда пошла завязываемость, когда пошла 2 моркови ушло вот сюда. Я много морковки не люблю. Она дает сладость. Но нашинковала 2. Нет, 2 моркови, ну вы видели, какая она размером была, да? Здесь на это как бы хватает. Смотрите, еще хотелось бы сказать, когда у вас, если капуста вот именно такая плотная и трудно поддается, так сказать, брожению, вы знаете уже, что это для хранения капусты, тогда можно добавить больше моркови. Морковь, в ней много сахара содержится. И как бы она поможет заквасить капусту. Когда у нас идет образование листвы... Но вам не надо заквашивать вашу капусту. Не, мне не надо. Я не люблю, я люблю белая капуста, чтобы она такая была... Ну, вот как она вот у меня выглядит. Когда образуется уже качанчик, вы видите, начинается закрытие вот этих листочков, что мы должны сделать? Мы должны подкармливать уже не азотными удобрениями, А, Алексей, какими раз вы уже опытный садовод, я бы сказала, по выращиванию капусты. Я ничем не подкармливаю. Такого не может быть. Так, у меня вот такая почему-то большая луковица, ну, большому куску и рот рад. Так, можно? Ты без лука, да? Я с луком пришла. У меня идет две луковицы, можно побольше размером. Ну, вот у меня такие. Желательно берите домашний лук. Это вам прям совет к советам. Магазинный лук не стоит как бы брать. Режем лук полукольцами. Нужно капусту в момент как раз образования качана подкормить фосфорно-калийными удобрениями. Обязательно. И также подкармливать магнием, бором и кальциевая селитра. Для чего нам нужна кальциевая селитра? Наверное, вы не раз сталкивались с таким, когда мы разрезаем качан, начинаем его шинковать, там попадаются сухие, такие как пергамент, листочки. Это вследствие того, что бывает того, что, да, нехватка кальция, либо нехватка влаги была, поэтому кальций, влага и фосфорно-калийные удобрения. Магборд влияет на завязываемость. Ну и, конечно же, рано, не убирайте урожай, потому что рано убранная капуста, она в квашении тоже себя не покажет. Так, мне надо 2 столовых ложки соли, 2,5. У тебя обычная соль идет, смотрю. Но я же не на зиму. И айдированная. Ну, я ее съем за месяц, поэтому можно и такой. А мне вот кажется, даже хоть ты и сразу съешь, вот эта соль, она не дает развиваться. Это все рекламные ходы, 2,5 ложки соли. Это каких ложки? Вот это. 2,5 столовых ложки. Вот это столовая, это чайная, получается 2,5. Какая у тебя удобная, ложечками. И сахар, по-моему. Ложечка сахара столовая. Так, кольца лука разминаем немножечко. Пересыпаем в наш таз. Я добавлю семена укропа. А, кстати, когда идет квашение, да, семена укропа, либо тмина, но ни в коем случае зелень не добавляйте. Просто некоторые бывают, ну что, любят зелень? Лучше вы, когда салат приготовили, добавили сюда, нарезали. Матушка у меня весь огород обобрала. Это очень. Семена укропчика вот так мы добавим. Будет очень вкусно, я смотрю. Я люблю с укропом. У меня вариации пошли. В классическом рецепте нет чеснока и острого перца, но я добавлю. Где-то зубчиков 7-10 чеснока. Мелко, крошен, на терке лучше не надо. Чайная ложка черного перца молотого. Тоже импровизируете? Нет, это в рецепте. А есть ли кориандр вам еще два добавить? Нет, нет, не надо. Это уже чересчур. Думаете? Нет, я просто, когда готовлю капусту пекинскую. В классическом рецепте нет чеснока, но я почему-то захотел добавить. Ну, почему? Вот у меня тоже лук и чеснок. У меня есть там. Все, я все по рецепту делаю. Я рецепты придумываю. Когда я пекинскую делаю, острую, вот эту, как чимчи называется, я добавляю кориандр. Мне нравится. Я вообще кориандр люблю. Измельчим. И теперь я добавлю все-таки острый перец, тоже выращенный мной. Какой сорт? На окне выращенный. Я не помню. Ну, почему в огороде? Почему вы не запоминаете ничего? Только я не помню, вот он сильно острый. Вон у меня уже высох. Попробуйте. Ой, я забыл уксус добавить, яблочный уксус. У вас яблочный уксус. И мне надо будет потом долить немного воды, чтобы она покрылась. Так, я высыпаю чеснок. Берем чеснок с огорода. Магазин посинеет, так сказать, вот здесь, потому что здесь также будет присутствовать уксус. Так, смотрим, какой уксус у нас будет. А, надо перемешать. Две, три, ну я три налью. Так, ну все, я капусту свою перемешала, мне надо маринад. Идите, Юля, маринуйте. У нас здесь закипело, здесь все. После того, как закипело, где у вас выключить? Вот здесь. Выключаем, все у нас не кипит. Не кипит. Берется по рецепту яблочный уксус. 100 миллилитров. Вот этот рецепт будем как настоящий делать, либо уксусную эссенцию. Я вот делаю с уксусной эссенцией. Юль, вы же хозяюшка вашей капустыни. Если берем уксусную эссенцию, то делаем ее 9-процентовой. Вот 100 миллилитров, 9-процентовой заливаем. Я возьму, наверное, не яблочный уксус. Потому что магазинный я не люблю. А это что, домашний у тебя? Нет, есть домашний уксус, делают домашний. Так, сюда у нас сейчас пойдет уксус, вот будет 9%. Это примерно у меня пойдет где-то столовая ложка сюда. Даже чуть больше. А я медленно, но настойчиво перемешиваю капусту. Масло нам надо будет 100 миллилитров. Выливаем. Ой, как красиво тоже прям. Шедевр. Ну, я вот как-то сомневаюсь заливать ее. Вот, может, так мне ее оставить. У тебя, если капуста сочная, тем более там есть сахар, сок даст. Можно просто немного было бы, конечно, добавить воды. Много добавлю. Ее потом вот в баночке надо разложить, плотно утрамбовать, не полностью. А, она не стоит, она же стоит у тебя 5 суток. Или в банках? И поставить в банках. Разложить, поставить в банках? Да, ну, когда мы вот ставим... Ну, я хочу оставить в кастрюле. Не, можно и так... А надо будет убирать газы? Газы? Газы. Ну, я думаю, надо, поэтому я оставлю в кастрюле. Ой, у меня смотри, какая красивая, прям нарядная. Да у меня так хорошо. Нет. У меня и запах лучший. Ой, боже мой. Так, прям... Вонюхала капуста. Много ли надо, товарищи у Нингуловой, для счастья, нюхнуть капусту? Да, здесь морковка, чеснок, лук и капустка. Ммм, как будет вкусно. У меня еще укроп. А у вас, да, укроп, это очень хорошо. Немножечко так примнем. Берем наш... Что-то перец не чует-то горький. Положи еще раз, добавь. Так мы с перчатки, да. Нужно потом в рот не втять. Так, аккуратно я с маслом горячим иду. И горячим. Аккуратней, не брызгайся. Горячим заливаем. Я еще добавляю почему-то перцем. Леша, посмотри, как... Боже мой, понюхай, как вкусно пахнет. Ну, что я капусту-то нюхать буду? Ой. Что за глупости? Почему капуста? Это уже готовый рецепт. Через 24 часа можно пробовать. Так, я перемешал, ты тоже, да? Я уже залила маринадом. Теперь жду води. А ты перемешивала? Конечно. Я не видел что-то. Так, я тоже заливаю водой. Это холодная вода. Сколько? Ну, чтобы покрыть ее. А, да? Она же сок, да, не надо. Кстати, это ошибка многих. Когда квашение... Это, вот, женщина, я в ваш рецепт не лезу. Не, а я можно скажу. Когда вы же квасите, вообще воды не доливают. Или по рецепту там есть вода? А, все, молчу тогда. А, все, молчу тогда. А, все, молчу тогда. А, капуста у меня очень сочная. Будет стоять при комнатной температуре 24 часа. После того, как 24 часа проходят, мы... Сейчас мы гнет, подгнет надо. Это может быть банка с водой или еще что-то. Ну, капусту положим. Капуста. Все, и вот так, вот, в таком положении, при комнатной температуре 24 часа. Потом мы раскладываем в баночки, утрамбовываем, но не до горлышка, потому что, как бы... Потом еще заливаем немного рассолом. Используем для квашения только среднеспелые сорта. Это лучше выращивать, конечно, самим, потому что легко ошибиться, особенно покупая где-то на рынках. На этом, дорогие друзья, сегодня все. Садите капусту большую, разную, вкусную. Удобряйте, окучивайте, убирайте гадов с нее. В смысле гусениц. Да, да. Для этого покупаете какую-то, чтобы липло-то? Прилипатель. Прилипатель. Прилипатель, да, суперские есть прилипатели, поэтому используем. И будет у вас бочки капусты. Да, капусту обязательно нужно выращивать, потому что это полезно. Спасибо вам, что были с нами. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok